Приветствую вас, уважаемые! У меня вопросы правоохранительным органам Украины и уважаемому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Скажем, у вас на Украине, если бы находился бы какой-нибудь политик, активист, журналист, политический блогер, который критикует власти в России или же Белоруссии, по запросу этих стран вы бы арестовав вот этих людей, отправили бы в Россию или же Белоруссию? Думаю, что нет. Почему? Потому что вся мировое сообщество вас за это осудил бы. Почему тогда вы так несправедливо поступаете с азербайджанцами? Наверняка наши некоторые зрители не знают, о чем идет речь. Я напомню. В 2019 году, 12 декабря, среди Белого дня в Киеве пропадает наш брат, политический блогер Эльвин Исаев. Через некоторое время мы узнаем, что он уже находится в азербайджанской тюрьме. Его среди Белого дня украли, сукаровской заправки до смерти избили и чартерным рейсом, как подарок, отправили диктатору Ильхаму Алиеву. Сначала правоохранительные органы Украины сказали, что мы ни о чем не знаем. А потом через некоторое время сказали, да, мы знаем, и мы помогли его отправить в Азербайджан. Если вы не знали, это плохо. А если знали и способствовали авторитарному режиму, это не делает вам чести. А буквально недавно тоже на Украине арестовали другого политического блогера Максуда Махмудова. Типа азербайджанской власти завели ему уголовное дело. Вся мировое сообщество знает, что в Азербайджане нет правосудия. Все судья заказные. Власть стоит над законами. Активистам, политическим деятелям, блогерам, журналистам заводят уголовные дела. Те, которые критикуют азербайджанские власти. Кто-то кого-то избил, у кого-то нашли наркотики, у кого-то дома нашли автомат, или в гараже танк, БТР. Абсурдные уголовные дела. Заводят и потом арестовывают, отправляют в тюрьму, и там начинается репрессивный аппарат Ильхама Алиева. Людей могут просто избить, убить, уничтожить. Мы даже были против, когда в Беларуси несколько лет тому назад арестовали израильского блогера Лапшина. Который человек буквально ненавидит азербайджанцев. Он типа считает себя израильтянным. Потом говорит, у меня есть украинский паспорт и российский паспорт. Крым считает российским. Вот даже вот такому человеку нам было обидно, что его отправили. Не хотели мы, чтобы его отправили в этот режим. Потому что, я повторюсь, этот режим просто уничтожает людей. А почему Украина, которая стремится к общей европейской семье, которая считается демократической республикой, способствует, помогает авторитарному режиму. Вот этому гангстеру, палачу Ильхаму Алиеву. Но, уважаемые, наоборот, демократические режимы должны помогать и оппозиционерам, журналистам, политическим блогерам, активистам, которые борются за свободу, за демократию, за права людей. А наоборот, те режимы, которые способствуют, помогают авторитарным режимам, это просто плохо. Потому что они не заслуживают уважения. Я прошу украинских властей еще раз обдумать все и освободить нашего брата Максуда Махмудова. Спасибо всем. До свидания.